В 1992 году на территории бывшего еврейского гетто был установлен памятник его узникам. Евреи, веками составляющие существенную часть населения города, проживали в определенных кварталах. В 1941 году 11500 человек, не успевших эвакуироваться, по распоряжению генерал-губернатора Бессарабии Вайкулеску, согнали в образованное за два дня гетто. Кишиневское гетто было временным пристанищем и уже в ноябре 1941 года практически всех евреев депортировали за Днестр. В июле 2013 года памятник жертвам еврейского гетто был осквернен неизвестными, которые нарисовали на плите фашистскую свастику. Что-то слышал, но конкретно ничего не знаю. Знаю, что здесь есть кварталы, там были когда-то державы евреев. Вот это я знаю, что... подробно я как бы не знаю. Я знаю, что там. Гетто, на Кишиневке, а штата Гетто, или, в фабе, неурок, в основном, в основном, в республике Модел. Я был кратер, который блокировал всю эту популяцию евреев, не из-за своей дойности, а из-за идеологии, которые были в основном наизищества. Ну, я иногда вот иду, я там почти рядом живу, и смотрю, там всегда цветочки, всегда прибранно, ничего не делая там плохого. Памятник поставили в начале 90-х, 92-93-й. Его делали, делали его два выдающихся человека, Шохет и Эпельбаум. Шохет как архитектор, Эпельбаум как скульптор. Это фигура, которая держит некий текст, это может быть, это кто как понимает, да, это может быть Тора или Десять заповедей, с одной стороны, может быть просто некая вот символ книжности, мудрости, с одной стороны, да. У неё рука заглублена в сердце, она, не знаю, рвёт из себя, или наоборот, эту дыру пытается восполнить, вот вырванное сердце. На самом деле, действительно, это кусок мяса, вырванный из общества, я не имею в виду, что это из еврейского, не только из еврейского народа его кусок вырван, это кусок из человеческой популяции, из генотипа вырван. Для меня этот памятник символизирует холокост евреев. Что немцы во время войны очень много плохое сделали, очень. Продолжение следует... Сегодня я видел, и я знаю, что я знаю, что это не очень. Это мое спасибо. Монументу я очень рад. Монументу я очень красивый, просто. Я не знаю, что я видел, что я видел, что я видел, это было пять лет, даже если я видел, что я видел, что я видел. Я думаю, что это хорошо, потому что все, кто не знает о Гитаре, и кто не знает о Холокосте, которые не знают о Гитаре, которые не знают о Гитаре. Может повториться то же самое. История идёт по спирали. На любых ошибках мы можем научиться. Хотим ли мы этого делать? Есть один еванимент, который, по-другому, будет продолжаться сейчас, если люди не хотят, то не надо пытаться быть более хорошим. И не имеет нужную работу на тех, которые стоят в этом месте, кто не знает о чем-то, которые другие. По его эмоции, в частности, мы видим, что это является на перефект в царе нашей страны. По эмоции, это неогатевый. Символ, который использовали фашисты, по сути, практически коллабрад. Символ солнца, символ перерождения. Идиоты есть просто. Вот и всё. Просто рисует лица людей. Я думаю, что это, во-первых, молодежь, скорее всего, которые не знают, что не жили в то время, во время войны, и не знают ни Гитлера, ни то, что он делал. В минувшие выходные в социальные сети попали фотографии молодых людей, которые устроили фотосессию на еврейском кладбище в Кишиневе. Парень и девушка осквернели память усопших, показывая неприличные знаки и фотографируясь на могилах. Этот случай вызвал большой резонанс среди пользователей социальных сетей. Ну, раз рисуют, значит, есть. Мне кажется, нормально относятся к евреям. Антисметизм есть, он был и он будет, он всегда будет. Я себя как-то уговариваю, что это просто, ну, буквы симпатично, интересно выглядят, поэтому дети их рисуют, да, вот как-то так. В этом есть своя опасность, потому что вот такая эстетическая привлекательность какой-то символики, да, какой-то свастики, какого-то зигха или прочего, она тоже вызывает у детей желание играть в эту игру. Это дети в основном. Это дети в основном. Они рыпачки, где-то не измереют. Я рекламу. Продолжение следует...